всем привет с вами канал трилобит видео наша постоянная рубрика посвященная невероятным и интересным природным явлением и сегодня мы с вами рассмотрим настоящих живых камней отгадаем их загадки посмотрим вообще на их природу и все-таки дадим ответ на вопрос являются ли они представителями такой вот доселе неизведанный раз и таких разумных от организмов до основанных на неорганике или же все-таки это какие-то вот народные представления сегодня у нас траванты встречаем известно то что это волны способны передвигаться сами по себе и вот они также могут изменять свою форму и размеры траванты их прозвали в румынии и в общем-то благе подняться что они представляют собой вот некую кремниевую форму жизни и даже вот возможно у них какие-то зачатки разума есть давайте разбираться что же это такое вообще вот целое поселение травантов было найдено на территории румынии у них круглая обтекаемая форма и вот они могут даже как-то вот размножаться то есть сначала на камне возникает небольшой нарост который набухает со временем и отваливается от материнского валуна новый камень совершенно самостоятельно и быстро растет особенно вот них такой активный рост наблюдается после дождей вообще поначалу предполагалось что траванты обладают какой-то особой структуры до которая позволяет демонстрировать такие интересные аномалии но позже выяснилось что они состоят как и множество камней из цементированного песка и минеральных солей но на срезе волнов ученые увидели кольца которые очень похожи на те что видны на спильных деревьев и выяснилось что как и в случае с деревьями эти кольца говорят о возрасте камня собственно говоря что и позволило предположить что траванты представляет собой такой аналог неорганических формы жизни деревня самым большим количеством таких камней называется костешть тогда же устроен музей под открытым небом и вот информация вся об увеличении размеров и формы травантов исходила от местных жителей кстати крупнейший из травантов которые можно увидеть вот в музее костеште они достигают 10 метров высоту и сама экспозиция под открытым небом и занимает территорию более одного гектара то что если кто захочет там погулять но вот планируйте свое время поскольку прогулка будет долгой давайте вообще попробуем разобраться что же это такое и как похожие явления могут вот в природе вообще возникать кстати вот нечто похожее на травантов то есть камни похожи на них и в общем места где такие образования встречаются и часто считаются святыми здесь даже вот некоторые оставляют монеты на память да или вот загадывают какие-то желания в общем понятно что таких местах сильно когда люди видят вот либо размножение камней то считают это за чудо по поводу того что траванты могут передвигаться самостоятельно нашли доказательства в долине смерти в одном из высохших озер сша действительно вот это дал после одного из то травантов остался такой вот явный след да вот на плотно утопленном грунте ну вот хотя таких вот точно каких-то хороших фотофиксации или видеофиксации сделано не было камни подобные траван там существуют и в других местах например это в орловской области в россии их еще называют набухающие плиты коломенском есть называется девий камень еще пример с логичным явлением это каменные цветы кстати вот у нас вот в орловской области аналоги травантов это массивные круглые валуны которые периодически показываются из-под земли и начинают расти на полях деревни андреевка вот кстати есть такой факт что румыны как бы особого такого благоговения перед своими травантами не испытывают а вот у нас в россии вот существовал некий такой вот культ почитания необычных камней которые вот могли вырастать из земли то есть древние славяне были убеждены что такие камни они насыщаются силой матери земли если к ним приказаться ли вот они это них немножко подержаться то можно попросить для себя сил и здоровья эти вот такие же поверья действуют и тоже вот в похожих местах где есть некие такие вот причудливые каменные образования вообще такие вот волны которые можно в россии наблюдать они состоят из спрессованного песка с одной стороны но при этом является необычайно как не их в общем-то сложно разбить вообще как правило такие образования то есть такие камни их мало кто трогает почему собственно говоря в они со временем ты увеличиваются в размерах но собственно потому что никто не мешает им это этого достигать до таких вот размеров и больших форм вот кстати в китае в дуань я оском уезде гуанский джонского автономного района в горах есть очень такое интересное место на к на камнях где периодически распускаются каменные цветы жители местных гор утверждают что каменные цветы растут не всегда кстати они появляются вот внезапно потом исчезают и никак себя не проявляют несколько лет что же все-таки говорит наука и геология да по поводу таких вот интересных образований геологи кстати тоже выдвигают предположение что соли или минералы которые содержатся в травантах могут увеличиваться со временем в размерах при попадании внутрь влаги или углекислого газа из атмосферы собственно говоря на этом явлении и возможно с такой вот постепенный прирост камней да есть также информация что вот какие-то возможные расширения в породе могут происходить во влажной среде или при подождительном контакте с водой да вот мы помним что камни начинают а вот свой такой активный цикл размножения вот период дождей тому же об этом говорили поэтому здесь тоже такую версию не стоит отбрасывать допустим что траванты и подобные камни это в прошлом холодные флюидолиты то есть и нечто вроде геобетона он обычно находится в процессе оклемнения но при попадании воды процессы останавливаются и происходит увеличение массы вообще в науке известны два основных механизма расширения цементного камня то есть увеличение его линейных объемных размеров первое расширение оксидное в результате гидротации солей магния и кальция до гидрооксидных форм ну и соответственно расширение сульфоалюминатное вследствие образования гидросульфоалюминатов кальция причиной оксидного расширения является разрыхление при гидротации кристаллической решетки исходной фазы и увеличение ее объема гидрооксиды магния и кальция занимают два раза больше объем чем исходные оксиды основной причиной сульфатного расширения является образование этрингита это у нас гидросульфоалюминат кальция его объем в 2,2 раза больше объема исходных компонентов и также есть интересная информация про породу которая состоит из бентонитовых глин это гидроалюмосиликат он обладает свойством разбухать при гидротации то есть примерно в 14-16 раз может увеличиваться в размерах если предположить что в состав травант входят названные породы глины то при попадании внутрь камня воды от дождя через трещины и сколы конечно же вот эти вкрапления начинают разбухать как дрожжевое тесто примерно и соответственно вот из-за этого может расширение и происходить ну и дальше конечно у нас вот расширяется так проходит все в равновесии постепенно высыхает как бы матричная порода разрыхленная как бы сохраняет свои увеличенные объемы да и собственно следующий дождь опять провоцирует дальнейшее расширение тех же вот глинистых храплений и так далее получается у нас вот постепенное увеличение формы объема вот данная информация как раз и объясняет что если откалывается от кусок от траванта то он начинается увеличиваться в размерах кстати бентонитовая глина использует строительство это вот типичный пример гидроизоляции и в бурении то есть траванта это возможно и залежи окаменевшей бентонитовой глины вода выпадает в пласт и он вот так фантастично вздувается пузырями корка травантов постоянно растет иногда приобретает слоистость то есть здесь тоже получается вот такая как бы не сплошная граница да а вот такая многослойная что в общем то и объясняется такой да как будут не постоянно такой прерывистый расширяющийся да вот структуры то есть дождь прошел набухло на вот немножко там схватилась устаканилась дождь опять прошел опять набухло но вот так вот это происходит теперь посмотрим что и что порода заставляет твердеть да по идее то есть как бы дожди же не все время поливают камень естественно за ними же идет и процесс когда сухо и солнечно так как бы и точно то ветра тоже обдувают камни соответственно влага должна как-то из породы уходить здесь на помощь приходит углекислый газ из атмосферы co2 нужен этой породе для набора прочности то есть у нас происходит еще процесс карбонизации кстати есть очень такая интересная проблема дело в том что если вместе с увеличением объема увеличивается и вес камня то в общем то получилось бы в мире геологии научная сенсация то есть пришлось бы пересматривать многие процессы образования минералов есть также гипотезы которые говорят что гранитные блоки выглядят как булки хлеба то есть такие же разбухшие и есть вариант что мы видим не природный гранит а его такую имитацию она тоже сделана из геобетона с ремесью песка как дополнительно то есть эти блоки заформировались они набрали прочность и увеличились размерах лишь потом они начали вот как-то уже пойти постепенно да вот обрабатываться и вот приобретать некую окончательную структуру и форму есть также примеры когда в принципе порода может набухнуть при наборе прочности и смачиваемости дождями а при попадании атмосферной влаги внутри порода через поры может вот так вот затвердеть и сохранить измененную геометрию кстати вот процессы которые протекают траван так в общем то они встречаются и других минералах и образованиях это вот и конкреции маргасита и перлите когда вот он может вот так вырастать также есть примеры гигантских конкреции которые покрыты скорлупой когда она трескается при увеличении размеров основной структуры и трещины заполняются растущей изнутри массы которые тоже со временем превращается в камень на вот в воздухе минерал гематит окислы железа феррон 2 у 3 вырасти как трава может и малахит кстати вот увеличением его объема можно объяснить годовые кольца и рисунок минерала то есть как мы видим в принципе в геологии есть похожие явления и в общем-то научный мир за этим следит и как-то вот пытается все это дело систематизировать объяснить и точно дать научные ответы то есть нас по сути дела феномен травантов до их вот рост передвижение такое размножение да это что это вкрапление определенных вид глин и минералов до которые при контакте с влагой способны к процессам гидротации а затем когда наступает сухой период то соответственно вот внутри измененной породы наступает процесс карбонизации да то есть когда у нас углекислый газ заставляет увеличившиеся в объеме породу затвердеть вот собственно говоря и так вот если брать несколько циклов которые там в течение нескольких там лет или десятилетий изменяют естественным ходом процессов так вот такие вековые камни то вот мы получаем то что действительно размеры камней могут быть увеличены другое дело чтобы найти как бы такая структура должна быть все-таки пористый да где-то внутри да или хотя бы вот как-то все-таки странно было если у нее например там вот тоже трава на допустим 200 килограммовый валун там за там 50-30 лет на разрос там до например там трехметрового размера да но при этом странно что-то обычно там якобы камень такой вот но там при этом метрового радиуса например там или там радиусом полуметра такой хороший массивный валун да там весом 120 килограмм раз и вот там за года вымахал там в трехметровую такую глыбу да и такой же 120 килограмм массы действительно получается одной стороны как бы такой парадокс да что в общем то если вот так вот за счет воды и присутствия углекислого газа в воздухе на у нас соответственно горной породы может увеличиваться в объеме но она не приобретает массы так очень то получается что как бы траван должен быть очень легким то есть те камни в принципе можно перенести как бы да так вот двигать поскольку изменившаяся структура сохраняет массу исходного материала с другой стороны получается то что вот насчет воды и воздуха образуется камень могут из ничего возникать горы так что вот здесь действительно как бы с одной стороны объяснение есть подчиняющийся закону логике физики химии и современной науки с другой стороны вот все-таки некоторые такие парадоксальные выводы из этого получается ну вот проверять это дело никто пока не пытался то есть там это дело измерять все поднимать фиксировать да вот там разрушать там на так полномерно так вот в каком-то конкретном направлении конкретными методами и смотреть что получаем внутри в итоге ну вот есть надежда что в дальнейшем какой-нибудь не посвященную там минералогии или геологии тем где он займется а пока вот в общем то ничего сверхъестественного в травантах нет да в растущих камнях все это природные процессы камни эти думать говорить мыслить не умеют угрозу для человека они представляют тоже не могут все это обычные природные явления но тем не менее вот факт их роста так бы и увеличение в числе он наблюдается во всех местах где вот похожие структуры были зафиксированы наблюдателями вот сегодня у нас такие интересные вот в гостях живые камни траванты на сегодня это все мы с вами ненадолго простимся до нашего следующего ролика подписывайтесь на наш канал не забывайте писать комментарии ставить оценки читайте книжки современного фантаста ивана белогорохова а у нас пока что все до новых встреч всем привет пока